а салам алейкум всем привет сегодня раннее утро девочки хочу приготовить детям школу блины ну как в школу чтобы сейчас поели их попили часть блинами и уже пошли в школу так девочки блины буду делать буду вам показывать тут у меня 4 яйца 500 600 миллилитров молока девочки обязательно добавляю также когда молоко добавлю добавляем воду один стакан тут пол чайной ложки соды и пол чайной ложки соли девочки не все любят добавлять соду мне кажется соды получается более такие пышные и сахар сахар добавляйте девочек как вашей душе угодно можете делать соленые без сахара но в семье никто не любит без сахара все любят сахар и масло девочки растительное масло добавлю на глаз мне показалось мало я еще добавила один стакан воды кипяченой и муку думаю рецепт блинов знают все облажка спит иначе он не дал бы спокойно ничего записать девочки вы знаете какое хочу поехать купить игрушек так как старыми игрушками ему уже неинтересно наверное нужно разнообразить все девочки муки по моему достаточно сейчас хороших комочков не было и будем выпускать рассказать вам о моей неудачные покупки чтобы вы не совершали такую же ошибку вот смотрите сейчас я вам покажу смотрите я купила вот эту клинику она стоила где-то 540 рублей как дешево думаю так и это самое подняла вроде бы тяжелая но оказывается металл то тонкие девочки очень тонкий смотрите поставила просто чтобы испечь блины она новая нулевая девочки она вся потекла посмотрите вся краска все блин сразу же под я один блин только приготовил в нем он сразу подгорел вообще ужасно стало я только один блин приготовила это он весь горелый этот прилип видите он потек и девочки с этой стороны тоже самое смотрите как будто от жира пятна кажутся а на самом-то деле это не жир потому что она у меня новая я ее только сегодня поставила на огонь один раз девочки и столько жира не могло потечь так как я жир не бы не добавляю в сковороды вообще это потекла ее краска вся краска потекла так что девочки с таким тонким металлом блинницу никогда не покупайте теперь что я с не сделаю я ее выкину свои вот такие старые блинница это эти я покупала по 300 чем-то рублей они старые им уже по два года девочки буду выпекать буду выпекать вот этих старых девочки намного лучше их я покупал по 350 рублей так что девочки кто встал с утра приезжайте к нам будем спинами чая пить будем спинчиками пить чая думаю пока дети не станут нужно сделать погода такая красивая становится же солнышко выходит видно что сегодня будет солнечная погода так что девочки на моем примере не покупайте какие сковороды лучше покупайте подороже и пускай она будет уже толку с толстым дном иначе на мусорку пропадут ваш 500 600 рублей вот так вот я постоянно их не клиент девочки так что конечно же я пойду выскажу свое мнение потому что когда я покупала я позвала консультанта девочки она мне как бы продолжила сказала что прямо не очень хорошие и вот тебе на это идет на мусорку так что вот так вот обманули меня девочки отманули такое тоже бывает вот в этой всегда чуть-чуть должна вот эта скорота хорошая вообще вот этой бывает так что чуть-чуть прилипает старенькие но они намного лучше мне кажется чем такие я сейчас поеду знаете какую куплю с толстым дуном такую большую они по тысячу сто пятьдесят рублей там так что лучше бы я должила деньги купила по хорошим скупой платит дважды как я масло мазать не буду блины так как дети не любят они любят макать взгушенное молоко и кушать так тут у меня молоко стоит девочки он уже я его скипятил мальчик любит добавлять в чай эти любят у меня вообще в чай добавлять молоко у меня года два назад была корова девочки очень хорошая корова была послушная отец не покупал но она не давала молока у нее родился хороший бычок у меня родился но дело в том что она давала молоко только только знаете столько сколько съесть ее теленок вот скажем так вот ровно вот столько даст и все даже литра больше давала до шести нет до пяти месяцев он ел значит молоко матери с ней потом мы ее продали девочка такая хорошая корова было жалко было ее продавать но и держать невыгодно было потом теленка тоже подали уже исполнилось годик такой такой породы сейчас хочу купить обратно корову не знаю или корову куплю или козу все блины готовы теперь буду кормить своих деток отправлять их в школу 5-6 блинов они уже забрали от чего стопка была чуть выше так как они опаздывают в школу курочки тоже встали дети идут в школу давайте чтоб пятерки принесли все отправила последних школьников в школу смотрите здесь какая погода у нас выглянуло солнышко красота и вот курей и мясо хочу их разделать там сделать маленькую не этот заготовочку из мяса и из курицы соответственно я ее уже смолила или опалила не знаю как правильно сказать буду чисто этот чистить ее от перышек от всего без облы не могло быть ни одного блога за этого он будет сидеть со мной там лепить что-то из своего этого теста он нам не будет мешать на лосо отец его погрел сейчас некрасивый что давай делай свои пирожки не хочешь дальше я я и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше включу DimaTorzok Дальше включу DimaTorzok Девочке у меня дома оказалось полотенчик, одноразовый полотенц, поэтому вот такую тряпочку, она чистая, девочки, я подстелила, чтобы просто вода стекла с курицей нашей, ну, чтобы высушить ее и все. Девочки, вот эта часть, которая у нас осталась, вот от грудки, которая осталась, вот эти шейки, эти части, девочки, пойдут в суповой набор. Дальше включу DimaTorzok Девочки, мясо я уже помыла, оно чистое. Буду теперь разделать ее. Эту часть я еще буду резать на соус, или на супчик, или на соус. Девочки, вот это место, так как там есть жирок такой, я хочу положить заготовку на плов, чтобы с него сделать плов. Эту часть я, наверное, буду делать на лагман, поэтому порежу мясо чуть тоньше. Девочки, в этом пакете, это отходы от курицы. Также я хочу собрать из мяса, которое буду собрать, отходы, да, подожди, от Дула, ложить туда, ну, для окошки. Давай еще пристать. Давай еще пристать. Девочки, это пойдет на лагман. Это пакетик пойдет на лагман. Девочки, вот такое мягкое мясо, которое там, я из него сделаю фарш. А на кости, из него можно взять борщ, ну, все, что угодно можно сделать из него. Просто даже свалить какой-нибудь бульончик, если кто хочет бульон. Вот видите, вот такую часть. Оставлю на нем мясо, чтобы когда его варить, это самое, бульон был более насыщенный. Вот это я не люблю, хочу его снять. Такая пленка, что ли. Это тоже кость, я ее оставлю. Девочки, вот то, что осталось на кости, я его сейчас отправлю тоже на заморозку. А это мясо, девочки, я сейчас покручу. Девочки, я его сейчас покручу. Небольшая заготовка у меня получилась. Нам этого хватит, девочки, на неделю. Это заготовка на неделю. Фарша получилось два пакета. Это суповой набор. Фарш для лакмана, для соуса, девочки. Для борща один пакет. Один пакет для бульона. С него можно сделать разный суп, что-нибудь. Также курицы с этих я буду, эти курицы я буду жарить, девочки. С грудки, там наггетсы можно сделать, куриные котлеты. Котлеты по-киевски. На что у вас хватает фантазии, то и можно приготовить. Вот так вот, девочки. А из фарша что угодно. И котлеты, и манты, не знаю, и пельмешки. Так что, девочки, вот этой заготовочки нам хватит на неделю. Сейчас я их отправлю в морозильник. Все-таки хорошо, когда девочки есть. За мной посуду помыла всю. Восорубку помыла. Моя дочка. Вот так вот. Сейчас соберу, а я чай. А я чай, девочки. Свой любимый. И одновременно у меня на печке езжается грудка. И еще буду делать соус. Почистила? Хорошая не просит. Вот так вот, девочки. Так что, детей нужно приучать к труду. С детства.